всем привет дорогие друзья добро пожаловать на наш мукбанк канал сегодня у меня жаркое из индейки обещанное с хлебом салаты корейские капуста по-корейски чем чип по-корейски и квашеная капуста помидоры огурцы кинза всем желаю приятного аппетита в жаркое я ложила большое количество сельдерея который придал блюду особую изюминку наконец-то у меня свежий хлеб условно свежий доела я тут высохший хлеб теперь у меня из морозилки хлеб мягенький на гриле жареный хрустящий очень вкусно мясо много но уже завтра надо будет что-то готовить молоденькая кинзочка счастье огурчики еще те что я акции накупила очень вкусные какая получается за счет большого количества сельдерея кашица состоящая из мяска и сельдерея очень вкусно очень вкусно повыигрывала на аукционе классных вещей надо будет поехать забрать корзину для романтического пикника выиграла выиграла там жеткая борьба прям была но я ее очень хотела в итоге выиграла дорого ну в любом случае дешевле чем на амазоне новая она новая просто по тем или иным причинам попала на аукцион она с дырками вся так ну новая видно что так что теперь будем на романтические пикники ходить с Алексеем вас с собой брать на амазоне она что-то с 42% скидкой 126 долларов это жаркое у меня из супового набора от индейки но тут столько мяса вы себе не представляете доедаем омарины помидорчики тамарины помидорчики Продолжение следует... 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 Это моя постоянная клиентка. Мелких косточек много. В общем, постоянная клиентка. Которая всегда хорошие, добрые чаевые оставляет. Мелких косточек много. Мелких косточек много. Продолжение следует. Мелких косточек много. В перепутке в месяц. Мелкие косточки,aleถем. arem. Ой, вкусно. Ой, вкусно. И заказывает, как правило, у меня манты с бараниной. Это прям особое удовольствие. Кто любит баранину, тот поймет, о чем я говорю. Манты с бараниной. Кто любит баранину, тот поймет, о чем я говорю. Кто любит баранину, тот поймет, о чем я говорю. Продолжение следует... 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 короче отопление мы еще ни разу не включали честно говоря я не очень помню когда мы начали включать отопление в тех апартментах но по-моему тоже не в ноябре может конец декабря январь точно не помню но точно это была зима мне кажется это 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 не буду картошку доедать не хочу но было очень вкусно я не знаю сколько дней моя семья ела это жарко мое питание было более разнообразным за счет того что пару дней я ела корейский суп потом разок я ела не помню уже что мог банк снимала короче семья мне кажется дня три-четыре ела этот это жарко я скажу сегодня четверг а я его приготовила в воскресенье ночью потому что в понедельник мы планировали поездку в магазин на футбанк на экзамен чтобы когда дети пришли у меня была еда готова я готовила воскресенье вечером получается они ели понедельник вторник среда еще не четверг четыре дня честно говоря если бы наверное не периодически поступающие мои заказы мы бы и салаты в таком разнообразии тоже не ели бы я люблю вот так наготовил казанище и ешьте минимум три дня когда миша был маленький он пытался меня перевоспитать вот на следующий день говорил что или да не свежая что он не хочет ну как бы у меня разговор короткий проблем нет не хочешь не ешь вот и со временем потихоньку потихоньку тоже приучился ест сейчас за милую душу но единственное что он очень любит тоже корейский суп и эти четыре дня он наверное пару дней ел корейский суп а пару дней жаркое а он еще такой скептик не любит пробовать что-либо новое и когда он увидел в жаркое огромное количество сельдерея а сельдерея там было я его закидывала перед картошкой потому что если бы я закинула бы его после картошки он бы у меня просто не поместился бы я его закинула перед картошкой у меня был полный казан потом сельдерей уменьшился в объеме горка вот эта опустилась растворился там в соусе немножко водички добавляла тушила вот и тогда уже можно было положить картошку я положила картошку довела ее до готовности ну и собственно жаркое готово вот когда он увидел такое большое количество сельдерея он сказал что есть он это не будет потом когда суп закончился нет даже суп оставалась одна порция буквально я говорю я хочу еще один мук банк на суп снять поэтому оставь вот ему пришлось положить себе жаркое положил и сказал что not bad неплохо вот поел с удовольствием потом короче еще раз поел вот поэтому мише немножко разбавил корейским супчиком жаркое а олег и алексей ели все эти дни только это жаркое и никто вообще мне слова не скажет ну за четыре дня при условии что блюдо постоянно находится в холодильнике его буквально казан вытащили положили себе на тарелку сколько нужно чтобы разогреть в микроволновке а все остальное опять закрыли крышкой и убрали в холодильник при таком условии что полностью казан не разогревался только вот доставался из холодильника и возвращался обратно в холодильник блюдо это на четвертый день очень даже вкусно очень даже вкусно ни малейшего вообще не пол намека на то что оно там четырех дневной давности я с удовольствием поела вот семья моя тоже с удовольствием все эти четыре дня ела спасибо большое вообще судьбе богу вселенной за то что у меня такие непривередливые ребята я знаю что есть девочки у которых мужья привередливые и им деваться некуда короче они в ежедневном режиме готовят что-то свежее потому что иначе семья не ест у меня семья ест с удовольствием а никто мне вообще слова не скажет с олегом и алексеем вообще никаких проблем нет с мешуткой к мешутке надо найти подход вот который слава богу с годами я уже научилась находить вот поэтому в общем то и целом с мешуткой тоже проблем нет поэтому поэтому спасибо моей семье за то что они у меня такие непривередливые замечательные добрые заботливые понимающие что понимают тоже что я не хочу в каждодневном режиме стоять у плиты вот но рецепт для вас новогодний я все-таки сниму сейчас уже вытащила размораживаться ребрышки мы будем с вами готовить очень вкусные ребрышки в духовке к новогоднему столу вот поэтому надеюсь что постараюсь во всяком случае завтра снять рецепт в первой половине дня чтобы к обеду когда алексей приедет на обед домой у меня уже были вкусные горячие ребрышки возможно даже посмотрим как там по загруженности на работе у алексея будет возможно даже вместе с ним снимем мокбанг вот посмотрим по обстоятельствам а так планирую завтра семью кормить вкуснейшими ребрышками в духовке все друзья все новости вам рассказала вместе с вами поела было очень вкусно спасибо вам за компанию спасибо что были сегодня со мной ну а я уже буду заканчивать это видео если видео понравилось ставьте обязательно пальчики вверх подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы вам сообщали о наших новых видео пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова спасибо спасибо rulers Продолжение следует...